Мы уже рассказывали о сотрудничестве образцового хореографического ансамбля «Родничок» с известным педагогом-хореографом Марио Диасом. Совместная работа продолжается до сих пор, и Марио вновь приехал в гости за Речной. О том, как прошла новая встреча юных танцовщиц с кубинским хореографом, вы узнаете из следующего сюжета. Совместное творчество Марио Диаса и образцового хореографического ансамбля «Родничок» началось на международном конкурсе фестивалей творческих коллективов «Великая страна», где хореограф был членом жюри, а также проводил мастер-классы. Именно там известный педагог заметил ансамбль «Родничок», после чего руководитель и Марио договорились о сотрудничестве. Вторая встреча известного хореографа и танцевального коллектива состоялась уже в Заречном. Тогда девочки попробовали танцевать в необычном для себя афро-стиле и узнали множество новых технологий танца. Спустя небольшое количество времени Марио снова приехал в Заречный. Я сразу сказал детям, что у нас не будет мастер-класс, у нас не будет интенсив, то, что буду в прошлый раз, то мы просто будем играть и просто будем творить. Уже после первых мастер-классов от Марио Диаса весь коллектив был под сильным впечатлением. Танцовщицы стали более раскрепощенными, пластичными и лучше понимают специфику этого стиля. Девочки стали совершенно другими. Отчущение, как будто они наконец-то стали ходить на природу, не знаю, каким-то образом. Потому что, когда я уже говорю о каких-то вещах, связанных с природой, то уже глаза открыты и уже сердца прям стучат. Конечно же, видно какая-то разница с девочками. Они стали гораздо лучше чувствовать свое тело, свою музыку вокруг себя, больше управлять своим телом. И развивается как-то в таком духовном плане тоже. То есть и в плане пластики, и вот эти все мотивы, которые к корням к нам ведут. То есть очень глубоко в душу заходит. Цель нового приезда Марио – постановка танцевального номера. Уже сейчас коллектив начал над ним работу, изучает движения и связки. Мы выбрали музыку сейчас, которая мне нравится. И, в общем, все-таки хотим из этого всего сделать номер. Как должно у нас получиться, мы не знаем, потому что мы любим выпускать такие полноценные номера. Но он согласен, что они смогут. Это самое главное. Я, в принципе, сначала сомневалась, но теперь уже у меня это сомнение уходит. Я думаю, что номер получится очень необычным. И такого, мне кажется, еще у нас не видели. Несмотря на то, что танцовщицы уже не в первый раз пробовали себя в направлении афро, впечатления от нового занятия известного хореографа такие же яркие. Мастер-класс понравился тем, что очень необычно. Ну, мы сталкивались с этим один раз, когда он как раз поезжал, и когда мы ездили на конкурс. Наверное, в прошлый раз было вот что-то полегче, а сейчас он дает уже более разнообразную пластику. Мне это, мне кажется, пригодится вот как раз-таки в балете, в танцах, плавнее движения. Например, какие-то движения были более резкие, которые должны были быть плавными, и они будут плавнее, и танцеваться, наверное, будет легче. Я была очень рада, что к нам приехал второй раз Марио. Мне он очень понравился. У него очень интересные всякие ритмы. В своем танцевальном номере коллектив планирует использовать голосовое сопровождение. Это не просто звуки, а некое единение с природой. Для ансамбля «Родничок» это уже не новая техника. Методика мне знакома как раз, потому что театральные нам давали работать с голосом. Это как раз дыхание освобождает и помогает войти в ритм. В темпо-ритм музыки. Театральные нам давали это упражнение именно с голосом, а это вплетено в танец. Это не настолько голос, а настолько звук. Когда человек звучит и двигается, это совершенно другое. Значит, предки они всегда везде, так и на Руси, так и на Кубе. Значит, предки они всегда соединяли звук и движение. Сотрудничество этого мастера с коллективом не случайно. Марио Диас видит потенциал юных танцовщиц и с удовольствием передает свой опыт тем, кто заинтересован в этом. Самое главное – это наши дети. И чтобы, если они могут творить, то стоит действительно жертвовать себя и жертвовать все, что у нас окружает, для того, чтобы дети творились, для того, чтобы дети росли здоровыми, красивыми. И чтобы они не боялись. Только творчество, творчество. А, 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 и, 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 а, шо, и, а, та, та, та.